Ну а мы начинаем наши традиционные вебинары, то есть это азбука Skyway, это то, что необходимо слышать и узнать тем людям, кто впервые присоединяется к нашему проекту. И это, естественно, расширенный технико-экономический вебинар, уже, соответственно, тот вебинар, который показывает в полной мере те события и те моменты, которые у нас происходят буквально каждую неделю, ну я не побоюсь этого слова, что фактически каждый день мы имеем какие-то новости, у нас есть, что вам рассказать, есть, что вам показать на расширенном технико-экономическом вебинаре. И те люди, кто только присоединяется к проекту Skyway, я рад вас искренне приветствовать, дорогие друзья, потому что это действительно правильное время, это время, когда мы имеем наименее рисковую стадию развития проекта и когда действительно многие люди даже на вебинары не всегда ходят, а смотрят их в записи, потому что все работают, так скажем, в поле. И даже вот сегодня перед вебинаром не прекращаются с самого утра и до самого вечера переговоры, подготовка также к глобальному событию на конец ноября, который мы также осветим. И, дорогие друзья, я прошу по традиции, пожалуйста, проголосуйте те, кто присутствует в первый раз на вебинаре, возможно, такие люди есть, если таких людей нет, то, соответственно, будем немножко по-другому вебинар строить. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсик, если вы присутствуете в первый раз, потому что это важно для понимания, каким образом доносить информацию. Давайте, пожалуйста, немножко подождем. То есть, если новичков нет и если плюсиков, соответственно, в чате мы не видим, то я буду несколько другим образом вести вебинар. Я не буду рассказывать в основном то, что касается азбуки Skyway, но хотя те люди, которые во второй раз даже присутствуют на вебинаре. Я, признаюсь честно, с первого раза мне было не особо понятно до конца, насколько в глобальном проекте мы принимаем участие. И, соответственно, я думаю, что стоит посмотреть и второй раз послушать информацию, потому что, действительно, глобальность и видение проекта настолько широкое, что стоит понять, принять и передавать, действительно, данную идею, великую идею Skyway всем живущим на сегодняшний день на планете Земля. Потому что это, действительно, возможности, которые бывают раз в сто лет, дорогие друзья. Это, действительно, то, что может даже исчезнуть, я имею в виду, про возможность и в следующем году. То есть, у нас есть различные предпосылки. И только по фактам мы, естественно, будем с Сергеем Анатольевичем говорить, что произошла, допустим, такая-то крупная инвестиция. И поэтому, извините, но, возможно, даже ускорение произойдет дисконта и так далее. Но только по факту, только по свершившимся обстоятельствам. Но я могу сказать, дорогие друзья, что мы, опять же, в очередной месяц уже идем на рекорд. И развитие самой инвест-проводящей системы, она стремительно набирает обороты. То есть, я вот на телемосте не присутствовал 15-го числа, так как вел переговоры в Германии. Там у нас очень серьезный инвестиционный клуб, который уже приносит свои результаты, свои плоды. И если, допустим, первые три месяца мы туда ездили, и это была наша личная венчурная, так скажем, составляющая с Сергеем Анатольевичем. То есть, мы рисковали, мы в них поверили. И мы поверили, что, да, действительно, они могут принести некую пользу Skyway. Соответственно, сейчас я могу сказать, что на третий, на четвертый месяц, когда проводим презентации, 100% людей берут визитки, спрашивают, каким образом можно зарегистрироваться в проекте, каким образом, как минимум, можно приобрести минимальный пакет обязательств. Это промо-опцион, как я его называю. Это то, что Анатолий Эдуардович действительно благородно, абсолютно выделил в самом начале для популяризации проекта. Это полностью снижение затрат на рекламу. И, соответственно, почему рассказывают о проекте? Потому что, действительно, этот проект повысит качество жизни каждого живущего сегодня на планете Земля. И, действительно, те, кто даже 100 единиц обязательств получат, которые в будущем станут достаточно серьезными активами и акциями реальной корпорации, очень серьезной, то, кто знает, через 2-3 года будут эти 100 единиц 100 долларов, либо 1000 долларов, либо еще какие-то суммы. Браться, предсказывать точно мы не имеем права, потому что наш проект венчурный, наш проект, да, основан на серьезной, прорывной, инновационной технологии, которая составит основу сети будущего поколения. То есть это сети, которая следует за интернет. А интернет – это у нас мировая, единая информационная, социальная и финансовая сеть. То есть, фактически, все составляющие, за исключением транспортной, энергетической, коммуникационной, объединила в себе, коммуникационной, я имею в виду, именно в физическом общении, сеть интернета в себе, все остальные составляющие объединила. И, соответственно, должна появиться какая-то сеть, дорогие друзья, которая объединит в себе и те составляющие, которые не впитала в себя сеть интернет. Это, на наш взгляд, сеть Transnet. И, соответственно, сегодня многие компании ожидают появления данной технологии и желают перемещаться как пассажиры, быстро, эффективно, безопасно, дешево, комфортно. И также перевозить грузы. Это не комфортно, конечно, но именно с высокими скоростями по сравнению с железнодорожными путями сообщения. Дорогие друзья, это действительно недостающее звено как в будущей мировой логистике, так и в общении людей. Потому что люди будут общаться намного чаще, общение станет намного более ценным. И сегодня, если мы находимся большей частью, и я думаю, что вы не сможете поспорить, что у всех у нас фактически даже у бабушек, у дедушек, даже у молодых ребят, у детей даже есть аккаунты в социальных сетях. А есть ли у нас такой аккаунт, который нам позволит перемещаться как пассажир, как обычный человек, а не как виртуальная единица, как невиртуальный аватар из точки А в точку Б по всему миру? Естественно, такой возможности нет. И такую возможность Анатолий Эдуардович представил, соответственно, еще в 70-х годах человечеству. И началось все, дорогие друзья, далеко не со струнного транспорта, именно вот как Unibus, Unibike, Unilet. Я обращаю ваше внимание, и в будущем мы будем все больше и больше обращать внимание, потому что это нарастающий тренд. Это то, о чем говорят сегодня сильные мира севод, как Джефф Безос, как Раймонд Курцвелл, как другие футурологи, с которыми мы обязательно с Сергеем Анатольевичем уже будем напрямую общаться. То есть процессы происходят таким образом, что хочешь не хочешь, а в это сообщество придется влиться, потому что Анатолий Эдуардович еще в конце 80-х годов был на острие передовой мировой практикующей футурологии. Почему практикующей, дорогие друзья? Потому что Анатолий Эдуардович не просто придумал концепт, каким образом вывести промышленность в открытый космос, но он придумал конкретный механизм, произвел множество инженерных, сложных математических расчетов, используя существующие дисциплины, используя существующие материалы и используя существующие законы. И если, допустим, сегодня современный транспорт использует такие законы, как, соответственно, закон импульса, закон сохранения энергии, то есть закон импульса, это реактивная тяга, это сила действия равна силе противодействия, то есть физики помнят. Закон сохранения энергии, это закон Бернули, но существует еще один закон сохранения, это закон сохранения масс. Это принцип барона Мюнхгаузена, который Анатолий Эдуардович описал в общепланетном транспортном средстве. Есть информация и в Википедии, на иностранном языке, и сегодня этот принцип для движения человечеством не используется. Анатолий Эдуардович разработал систему, с помощью которой можно будет использовать данный закон и виртуозно действительно позволяет решить задачу применения закон на сохранение масс. И это позволило бы еще в те годы вывести до десятка миллионов тонн груза пассажиров за один рейс. Посмотрите и запомните эту технологию, потому что я думаю, что в ближайшем будущем, именно в плане, естественно, популяризации проекта Skyway, будет очень серьезно освещаться в различных источниках, потому что то, о чем сегодня говорит Джефф Безос, то, о чем говорят сегодня ведущие футурологи, то, о чем говорит Илон Маск по освоению Марса, допустим, вот это как раз таки плацдарм. Это основа, и это такая же основа космической дороги, которую сегодня позиционируют ведущие миллиардеры. Это Юрий Миллер, это тот же Марк Цукерберг, проект Breakthrough, то есть это такой прорыв в переводе с английского на русский, который вообще вот что-то мифическое, футуристическое позволяет популяризировать. И это эскадрилья, это целый флот мини-кораблей, который будет достигать некую планету в созвездии Альфа Центавры. То есть это вот вообще просто будущее будущего будущего. А если они говорят об этом, почему, соответственно, нам бы не популяризировать концепцию, которую еще в 80-х годах Анатолий Эдуардович Уницкий представил. И с этого, дорогие друзья, все началось. Обратным счетом, за счет оптимизации, Анатолий Эдуардович, пройдя в воду, огонь, водные, медные трубы, пришел к концепции легкого, абсолютно инновационного, эффективного, энергосберегающего, безопасного материала, сберегающего транспорта, транспорта второго уровня. И, соответственно, уже в 2000-х годах была продемонстрирована путевая структура. Зил многотонный взобрался по, казалось бы, шаткой валкой конструкции. Но это была уже преднапряженная конструкция. И уже все элементы ноу-хау, которые сегодня мы используем, это поколение струнных технологий использовало и финансировало. Это, кстати, Лебедь Александр Иванович. Естественно, потом произошло донесение информации даже до президента. В 2009 году прошла презентация господина Морозова. Это один из губернаторов на тот момент Российской Федерации, который являлся нашим сподвижником и донес информацию до Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич информацию принял. Даже планировалось выделение одного миллиарда рублей в районе вот этой суммы на развитие технологии Skyway. Но, видимо, время еще тогда не пришло. И неизвестные лица по неустановленным причинам, то есть фактически форс-мажорные обстоятельства, полигон, именно поэтому и называем полигон, весь этот технопарк в городе Озера был разрушен фактически под ноль. То есть это действительно акт вандализма мирового значения, потому что тогда кто-то прекратил на время развитие той технологии, которая вообще намерена спасти человечество, потому что сегодня экологические проблемы, они достаточно серьезные. И даже госпожа Клинтон, соответственно, Хиллари Клинтон сказала в своем выступлении, что какое значение имеет, сколько у нас миллиардов в той или иной корпорации, сколько триллионов в той или иной мировой экономике, если с экологией равны все. И мы все видим сегодня, как трясет экономику. Вот недавно Мэтью ураган, несколько лет назад вы еще тоже видели катаклизмы, очень серьезные, которые повлияли на экономику Америки. Американцы понимают, что они находятся в весьма неблагоприятных экологических условиях, и экология, которая нарушается за счет транспорта, который сегодня мы все используем, за счет тех углеводородов, которые мы все используем. Они приближают потихоньку точку невозврата, дорогие друзья. И не хотелось бы, чтобы наши уже будущие поколения жили в противогазах и так далее. Это также рисуют футурологи. То есть не только радужные картинки рисуют футурологи, но и очень как бы нерадостные. Но для нас радость произошла, дорогие друзья. Лично для меня, так как я очень люблю и умею выстраивать сети в различных проектах до 2014 года я работал. И был хороший результат, но я искал тот проект, который был бы направлен на инновационное развитие, развивалась бы какая-то технология. И он был бы фактически не то, что бесконечным, но, соответственно, ориентирован на очень-очень долгий срок. Такой проект появился в 2013 году. Именно с помощью модели краудинвестинга начал развиваться проект Skyway. Это крайний шаг Анатолия Эдуардовича. То есть это крайняя такая стадия. Чаша терпения была переполнена. И поэтому Анатолий Эдуардович пошел на риск и принял модель финансирования подобную, которую сейчас используют и на выставке, и на транс, на которой мы с фурором представили 20-24 сентября наши первые подвижные составы в городе Берлин. Там также были поезда, которые формируются и развиваются за счет краудинвестинга, за счет краудфандинга. И эту модель будут копировать, использовать корпорации в самом ближайшем будущем, потому что эта модель позволяет действительно квантово ускоряться в развитии и достигать тех целей, тех результатов, которые мы достигли. Сегодня более 500 тысяч людей развивает проект Skyway по всему миру, просто поддержав, просто зарегистрировав, просто передавая информацию. Кто-то даже не занимается, но передает от человека к человеку информацию. И, допустим, в 10-м поколении, то есть один пригласил другого, этот другого, и еще, 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 так, до 10-го поколения появляется, к примеру, какой-то крупный инвестор потенциальный, либо средний инвестор, либо просто активный человек, либо, как пример, с Людмилой Хьюз, это замечательная наша активистка с Австралии, учительница английского языка, которая через LinkedIn отсылала всем письма, не всем подряд, но выборочно тем людям, которым считает нужным отправить, и, соответственно, наткнулась на Рода Хука. Я спрашивал у Рода на Инотрансе, вообще, Род, расскажите историю развития в проекте Skyway, как вы о нем узнали. И он рассказал, что, да, действительно, однажды ему пришло письмо на e-mail о неком проекте инновационной прорывной технологии, и он у своей ассистентки, Мэри спросил, каким образом вообще будем поступать, будем ли рассматривать. Его бизнес-ассистент сказал, что, да, Род, давай, действительно, обязательно рассмотрим, возможно, что-то в этом есть. И в этом не просто что-то есть. Через 4 месяца Род Хук приехал в первый раз в Минск. Соответственно, это была первая поездка, когда только начинал возводиться первый этаж анкерной опоры, только началось строительство, ну, вот, буквально считанный месяц прошел, в сентябре прошлого года началось вообще строительство экотехнопарка, и только-только все можно было увидеть на стадии зарождения. Никаких реальных подвижных составов не было, никаких, естественно, не было испытаний модели 1х10, которые прошли уже чуть попозже, после начала строительства. Это тоже была такая веха, очень серьезная. И, соответственно, вот, кстати, у нас тролли снова находятся. Дорогие друзья, я вас приветствую. Ну, я научен с 2011 года на троллях, потому что в различных проектах присутствовали многие люди, которые хотели нарушить вебинар. Коллеги, я вам рекомендую общаться по-доброму с этим замечательным человеком, которому, естественно, заплатили определенную сумму. Кстати, напишите в чате, сколько вам платят. Может быть, вам хватит либо сразу, либо чуть погодя на некий, какой вы рассмотрите пакет обязательств, который в будущем станет серьезными активами. Господин под ником сколько громких слов. Пожалуйста, задавайте любые вопросы. Но вам, дорогие друзья, коллеги, я рекомендую не сильно обращать на таких внимание, потому что их задача нарушить равновесие. Такие ребята были и на Болотной площади, чтобы вообще спровоцировать эффект такой толпы, и чтобы были, соответственно, волнения, чтобы это переросло в панику и так далее. Ну, дорогие друзья, я могу сказать, что в сегодняшней стадии у нас настолько железобетонные аргументы, что под этим железобетоном можно придавиться тем людям, которые сомневаются в проекте и думают, что что-то не развивается. Ожидайте, дамы и господа, в ноябре демонстрации. Ну, а мы, соответственно, продолжим наш вебинар. И, дорогие друзья, я неспроста сказал то, что действительно вот и акт вандализма по разрушению полигона в городе Озеры, и даже вот ситуация с Литвой, это наша история, дорогие друзья, и когда-нибудь, я думаю, снимут, даже экранизируют. Ну, несомненно, я не сомневаюсь в этом. Наступит время, и появится либо небольшой фильм, либо полнометражный фильм. Я надеюсь, что он появится на экранах Голливуда, как вот социальная сеть появилась при жизни Цукерберга, как империя соблазна появилась уже после, к сожалению, смерти Стива Джобса, и многое-многое другое. Потому что это те технологии, которые действительно меняют очень серьезно мир, и мы не можем с этим вообще вот как-то засомневаться в этом, потому что то, насколько кардинально изменился мир с приходом интернет, и то, насколько кардинально изменился мир с приходом даже мобильной связи, это действительно просто небо и земля, просто пол и потолок. Кардинальные перемены и кардинальные перемены к улучшению качества жизни. То, насколько изменит мир струнные технологии в основе сети Транснет, это также все увидят через пять лет и не смогут представить, что когда-то эти бравые, ну возьмем вот с запасом миллион людей, боролись за развитие технологии. На самом деле, дорогие друзья, сейчас у нас происходит все как магнитом. Притягиваются нужные люди, вспоминаются те идеи по развитию, которые мы закладывали в стратегию на пять лет, и действительно все происходит по накатанной. А как по-другому? Потому что действительно технология ориентирована на подпитку как мировой экономики, так и на создание совершенно новых инновационных бизнесов, переустройства, соответственно, даже распределения ресурсов, ну и, естественно, на решение глобальных транспортных, инфраструктурных, коммуникационных, энергетических задач, которые на сегодняшний день мы решить не можем. Поэтому на стенде и на Транс филипинцы подошли, и это были мужчины из очень интересной компании. Мы вам, дорогие друзья, обязательно поведаем об филиппинцах, когда будет открытая конкретика. Конкретика-то уже есть, когда будет открытая конкретика по развитию проекта. Но буквально на стенде родился проект, и, собственно, сейчас Виктор Бабурин прорабатывает. Ну, что касается адресных проектов, естественно, никто, кроме Анатолия Эдуардовича Юницкого, Рода Хука и по поручению этих двух людей Виктора Бабурина, заниматься адресными проектами напрямую не может. То есть мы можем, мы это, Сергей Анатольевич Сибиряков, это все активисты, это я, это все, все мы с вами, мы можем только инициировать и каким-то образом принести пользу в развитии адресного проекта. Ну, а с технической точки зрения пользы нововведения Skyway, струнный транспорт принесет действительно масса. Это колоссальная аэродинамика, и я сейчас вот уже не буду сравнивать с Bugatti Viron, поменяем, наверное, скоро картинку. Нужно сравнивать уже с Mercedes GLS, то есть с Mercedes GLC даже купе недавно появился. Там коэффициент динамического сопротивления 0.22. Если говорить про концепт спорткара, то 0.20-0.21 возможен у, опять же, того же Mercedes. Но Mercedes тем самым одновременно говорят, что при выборе их перемещения беспилотников, сбить пассажира или, соответственно, уехать в кювет, автомобиль, скорее всего, выберет сбить пассажира. То есть вдумайтесь, насколько этически это неправильно, и насколько тупиковая логика развития беспилотного транспорта первого уровня. Мы же делаем беспилотный электромобиль на системе автоматизированного управления транспорта второго уровня. И вы видели вот эту легкую ажурную преднапряженную неразрезную статически неопределимую конструкцию. Я специально говорю термины, потому что тут по-другому не скажешь. И она выдержит любые нагрузки. Она выдержит ураганы, она выдержит цунами. Естественно, если пройдет цунами и все затопит, не дай бог, то и путевую структуру скроет, но с ней ничего не произойдет. Как ничего не происходит и с пальмами, чего не скажешь о железных дорогах, чего не скажешь об автомобильных эстакадах, чего не скажешь о домах, которые страдают от всех этих природных катаклизмов. И катаклизмов, которые преодолевал наш проект, начиная с неприятия и каких-то противодействий, когда Анатолий Эдуардович развивал ту систему, которая вообще бы не поставила бы вопрос в 2015 году по заключению Парижского соглашения, глобальной конвенции ООН по изменению климата. Просто не было бы такого вопроса, потому что решение бы уже существовало с академиями наук и так далее. То, что в озерах произошло, то, что в Литве уже новейшая история развития эпохи Транснет и Skyway. Всего бы этого не было. Но на самом деле все, что не делается, то к лучшему. И мы вам на расширенном технико-экономическом вебинаре обязательно уже представим те инновации, те ноу-хау, которые Анатолий Эдуардович представил. И они позволяют говорить, что действительно струнная технология будет развиваться намного быстрее и строится намного быстрее, чем, допустим, прокладывать оптоволокно, чем развивалась мобильная связь, чем развивался интернет. Это к вопросу, когда будет построен первый миллион километров дорог. Ну а в пересчете, соответственно, на миллион километров дорог можете примерно подсчитать свои потенциальные доходы по тем пакетам, которые вы на сегодняшний день приобретаете. Если бы не стройка, ничего бы не было, дорогие друзья. Я хотел бы буквально по уже крайним стадиям строительства пробежаться. И в конце мы обязательно вам покажем уже то, что сегодня в реальности происходит. Запомните три стадии, даже четыре. Кому запомнится июнь, это заключение договора аренды в Мариной Горке. То есть фактически даже конец июня. В сентябре мы начали строительство. В мае параллельно мы начали строительство легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской. Соответственно, в июне мы уже начали параллельное строительство грузовой трассы. И это действительно поразительно, потому что обычно, я всегда привожу пример, сравнение, ну, к сожалению, давно не был в спортзале. И, кстати, вот то направление, которое мы будем представлять в Риге, позволит вам без отрыва заниматься фитнесом, даже перемещаясь. Больше ничего не скажу. Это будет именно презентация в Риге. Мы будем представлять направление Future Fitness и Sky Fitness. Вы видите, 22 июня уже смонтированы опоры промежуточные, которые не намного более массивные, чем стандартные фонарные столбы. Более того, они могут являться фонарными столбами и светить. И, соответственно, уже параллельно началось строительство, вот то, что очень примечательно, уже в июле, то есть май, июль 2016, в июле грузовая трасса. Вот вы видите, параллельно началось строительство. Я не говорю на то, что, не делаю упор на то, что и вторая анкерная опора уже строится, и подвижные составы были продемонстрированы на трассе более чем наглядно, не покажут репортажи, то есть это максимально наглядно. И то, что уже фактически подходит к завершению, сейчас остеклительные работы, то есть утепление, уплотнение, первые наши анкерные опоры, совмещенные с транспортно-логистическим узлом. И, соответственно, уже 17 октября вы видите, на какой стадии все находится. А всего лишь чуть больше года назад только началось строительство, не было ничего. Было пустое очищенное поле, был участок бывшего заброшенного танкового полигона. И сейчас мы видим реально действующие, если их подвесить и поставить на путевую структуру, наши машины мирового качества, мирового значения. И, собственно, на уровне вообще всех ведущих транспортных корпораций, соответственно, уже привезена первая партия ферменных конструкций городской пассажирской, совмещенной с высокоскоростной трассой. Уже монтируется вовсю легкая прогулочная трасса, и мы с нетерпением ждем того события, которое я бы хотел назвать как первый раунд серьезных действительно инвестиций. Об этом я также подробно свое видение расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Я думаю, что этих аргументов, дорогие друзья, для начала более чем достаточно. И скоро мы представим вашему вниманию, как подготовят новые фотографии. Было, стало. Что было, что мы декларировали, и что стало, и что мы продемонстрировали. Вот это самые железобетонные аргументы. Если у троллей есть контраргументы, то постарайтесь их привести, иначе вы потеряете работу. Но я передаю слово тому человеку, который когда-то писал манифест «Единой России», был серьезным политиком, чиновником. Сейчас мы с Сергеем Анатольевичем буквально с этого года ударились в практикующую футурологию. И все происходит, дорогие друзья, не просто так. Это тот человек, который отказывался от многих постов серьезных, которые ему предлагали. Все ради Skyway. Служим Skyway. Добрый день. Так, как видно, как слышно. Так, дайте. Ага, отлично. Давайте. Ну, Алексей, отличная презентация. Я, к сожалению, только-только подъехал, слушал по мобильному телефону. Ну, по-моему, по мобильному. Вот, поэтому все-таки могу сказать, друзья, что презентация для новичков у нас выходит уже на такой серьезный уровень. И, конечно, информация сейчас доносится и разворачивается просто, ну, очень такая и наглядная, и серьезная. Ну, и, друзья, по-другому, наверное, быть и не может, потому что, когда показывается весь вот тот материал, который Алексей говорит, и когда вот сейчас после сегодняшнего, ну, вот после сейчас перерыва, как всегда, кофе-пауза, мы покажем последние репортажи, которые только позавчера вышли в эфир от головной компании, когда показывается уже сегодня утепление монтажа стекления основной пересадочного узла. Вот, я остановлюсь, друзья, на нескольких вещах, которые бы хотелось точнее, когда идет, тут сегодня у нас засланцы, как всегда, присутствуют. Вот, поэтому, там, что громкие слова о монтаж, где монтаж путевой структуры, здесь я этим засланцем или засранцем, как их там лучше называть, я когда могу сказать, что, ребята, мы-то смонтируем, вы можете не переживать, и на это осталось, там, неделю, две, три, а вот что будете вы говорить, потом вы будете говорить, отдайте скорость 50, 100, 150, 200, 300, 500, так вот, друзья, мы-то все это со временем будем давать, это все со временем придет, нельзя, здесь правильно Татьяна писала, там, еще наши ребята, что нельзя сделать невозможно, мы и так, то, что сделали сегодня, друзья, это превосходит все возможные инженерные сегодня, самые смелые мечты, которые мы могли представить, и то, что Юницкий, как инженер, сейчас дело продемонстрировал, я, друзья, остановлюсь на некоторых фактах во второй части нашего вебинара, чтобы все-таки, друзья, мы, кто здесь собираемся, те, кто являются уже сторонниками и последователями, чтобы вы хотя бы понимали, какие уникальные вещи сейчас сделаны, потому что для многих, друзья, то, что даже когда поедет, когда будет давать, там, 100, 200, 300, 500 скорость, потом будет пассажиропосток 100, 200, 500 тысяч пассажиров в сутки, когда мы выйдем на объемы миллион тонн в сутки, будем все это демонстрировать, они будут стоять, биться головой о наши опоры и говорить, этого не может быть, этого никогда не поедет. Вот, или просто не будут, поэтому это, друзья, абсолютно, скажем так, их задача этих засланцев постоянно портить, говорить, мешать, и, к сожалению, они портят не только вебинары, они платят, им платят за то, чтобы они срывали, они портят жизнь еще и Юницкому с точки зрения юридических проблем, бытовых проблем, вот это, друзья, жизнь, и мы по мере всего этого будем решать, делать, но, к сожалению, это все, когда складывается в один комплекс, это все идет к тому, чтобы как можно сильнее сорвать, потому что многие хотят сорвать этой демонстрации, работы и запуска проекта, многие не хотят, чтобы это начало работать, это тоже, друзья, скажем, такая жизнь, которая есть, но, тем не менее, сегодня именно отстроенный механизм краудинвестинга, то есть, вот, к которому я подключился по просьбе Юницкого в 2013 году, а с 2014 года, вот, реально, мы стали, скоро будет юбилей первых вебинаров, это с 1 февраля 2014 года, я могу сказать, что сегодня, друзья, мы сделали единственно правильное решение выход в краудинвестинг, мы сегодня создали единственно правильную устанавливающую систему запуска такой корпорации Skyway через краудинвестинг, и сегодня, вот, как Алексей уже сказал, идет очень много, друзья, вещей, которые просто накладываются, я практически каждый день сейчас общаюсь и с бизнесменами, которые, инновационными бизнесменами, которые работают в сфере инноваций, и сегодня, друзья, запущен механизм, и инженерная школа Юницкого, которая создана и сегодня набирает обороты, она втягивает сегодня все передовые разработки, которые есть абсолютно, вот, я вчера общался с ребятами, ну, там, с серьезными институтами, институтом, который работает с точки зрения теплоизоляции космических аппаратов, и вот этих станций, то есть это они теплоизолируют и делают, и, друзья, они показали там просто фантастические вещи с точки зрения теплоизоляции, они сделали уникальнейший материал, то есть там краска специальным составом, который покрывается изнутри космический аппарат, и меньше миллиметра, там где-то 1,20-1,30 часть миллиметра, то есть получается, там это в микронах идет измерение, это как 20 сантиметров теплоизоляционного мощнейшего материала, и, соответственно, естественно, что на сегодняшний момент он очень дорогой, технология требует, соответственно, решения, но они сегодня делают для того, чтобы покрывать один аппарат на Земле, у нас в космосе летает, друзья, только одна станция, соответственно, решение, оно не может быть, и когда я им сказал, что мы собираемся производить 100 миллионов юнибайков в год, и нам каждый из них надо теплоизолировать, то, друзья, конечно, у них не было никаких, ну, скажем там, сомнений о том, что можно сделать, и эту технологию запустить, и она будет в таком массовом применении крайне дешевая. Второй момент, мы вот работали, ну, я уже много раз говорил с институтом легирования стали, то есть стали из плавов, так они сегодня тоже показали фантастические уже там вещи, когда они делают активное вещество, которое просто наносится, и она легирует сталь уже без плавки, именно с помощью уже диффузии, друзья, это тоже с точки зрения, какого-то времени назад казалось фантастика, но эти решения все отдельно существуют, а сегодня создается система, которая все это объединяет и начинает втягивать все, и искусственный интеллект, компьютеры, и аудио-видеосистемы, и теплопроводность, и экологические системы, и здравоохранение, и так далее, и так далее, и все это, друзья, объединяется в одной системе Skyway, и то, что мы сегодня делаем, это локомотив, который на собой тянет, и это становится все более и более сегодня очевидным, и вот эти вот все разговоры, друзья, покажите, а сделайте, я уже и на телемосту говорил, и еще мы раз говорим, что мы-то этих бойцов приглашаем постоянно, приглашали в Берлин, приглашали в Минск, сейчас приглашаем, вот у нас уже 29-30 ноября будет огромное такое роуд-шоу, где съезжается, тоже об этом говорим, большое количество уже и делегаций, и бизнесменов, и чиновников высокого уровня, мы это, друзья, покажем, и мы говорим, что, ребята, приходите, посмотрите, вот, только после этого вы опять будете писать, что приехала кучка дебилов, которые смотрят непонятно что, и этого не может быть, и очередной раз всех кого-то обманывают, ну, друзья, за такие вещи будем наказывать, будем подавать в суд, и через суд заставлять, чтобы судья спросил, а вот это, друзья, это демонстрируется путевая структура, это существующая вещь, если она существующая, то почему тогда вы об этом не пишете, вот, то есть это тоже, друзья, придет, и как будет, ну, это наши, как бы, такие вопросы, которые идут, сопровождающие развитие проекта, сейчас новички, мне тут тоже говорят, не надо обращать внимание на этих троллей, там, на этих засланцев, мы на них, друзья, и внимания не обращаем, но это выражение силы противодействия, противодействия, потому что сейчас, вот, на вебинаре какой-нибудь дебил пишет, там, свое, как бы, это, еще какие-нибудь, там, недоумки пишут, доносы сегодня, там, на Skyway, на Юницкого, еще о том, чтобы проверили, сделали, наказали, посадили, там, после, в это сам в онлайнере, после статьи, там, такие комментарии были, то есть это психически ненормальные, просто люди, но тот, кто их сегодня направляет и управляет, это, как раз, друзья, уже организованная сила, и мы, несмотря на это, как раз, друзья, очень активно движемся, вот, сегодня, опять же, я вам расскажу свою точку зрения, потому что я не раз уже это произносил, говорил, я Юницкого знаю без малого, 17 лет, мне сразу, с первой встречи было с ним понятно, был его уровень, именно, как инженера, и я всегда произносил эту фразу, вот, меня не раз уже слышали, что за эти 17 лет Юницкий меня не перестает удивлять, он меня много раз удивлял, именно с инженерной точки зрения, поверьте, я могу оценивать очень многие технические решения, так вот, когда прошел репортаж позавчера и показали первые, именно, репортажи уже легкой, ну, тут я немножко поправлю, Алексея, что легкая прогулочная трасса, все-таки, друзья, она не совсем легкая прогулочная, она совмещенная городского и юнибайка, и все-таки, с точки зрения метро, это 300 тысяч пассажиров в сутки одной веткой, это, друзья, уже не просто такая легкая игрушка, это очень серьезная, ну, и что это дает, я вам скажу, и завершать я могу сказать, что Юницкий опять меня удивил, и технологические решения, насколько он дает изящные, именно очень простые технологические решения, так вот, я на этом акцентирую внимание, чтобы вы, друзья, тоже понимали, в чем речь, что не просто так вы увидели какую-то стоящую палку или две стоящие опоры, а чтобы вы реально понимали с технологической точки зрения, что это будет давать для дальнейшего применения в Skyway. Вот, ну, друзья, как обычно, у меня такая роль сейчас уже в водных вебинарах, те азбуки Skyway, это просто, как бы, там, сделать переходную вещь между начальным вебинаром азбуки Skyway и потом расширенным технико-экономическим вебинаром, то есть Алексей сейчас очень здорово дает презентацию, все-таки вот эти вот два года, то, что мы сейчас с ним очень так активно, скажем так, развиваем и тренируем эту систему подачи материалов, это, конечно, очень дорогого стоит, вот, и мне тут даже некоторые говорят, что очень здорово изменились ваши вебинары, особенно Алексей, там, вот, за последний год, я тоже тут все, ведь год назад, ну, год еще назад, это, вот, полтора года назад Алексея без слез было трудно слушать, потому что у него была эмоция, у него было желание рассказать, а вот опыт и навык еще, вот так, мы очень много работали, мы разбирали каждый вебинар, каждый сразу, каждое слово, вот, и сейчас, конечно, не идеальные, но я могу сказать, это, конечно, очень высокого уровня доведения информации, но, друзья, это, это просто еженедельный, четыре раза в неделю, а были дни, когда Алексей вел по восемь вебинаров в день, восемь вебинаров, друзья, вот, почти каждый, пускай для себя оценит, может ли он разом восемь вебинаров в день провести по Skyway, вот, поэтому это, конечно, опыт и результаты сегодня есть, и сегодня, не зря нас уже зовут, мы очень много сейчас и перемещаемся, и общаемся именно с инвесторами с точки зрения именно аргументации доведения информации, поэтому здесь это просто опыт, трудно какие-то первые тысячу раз делать презентацию, а потом, друзья, все идет так, как прошел конгресс в Мельбурне, конгресс прошел очень хорошо, отчеты, к сожалению, вот эта информационная служба урода Хука не поставлена не так, как у нас, когда у нас проходит практически в онлайне идут репортажи, но в ближайшее время из Мельбурна репортажи увидим, то есть, я просто, это, друзья, передача информации, это наши партнеры, это наши Skyway Австралия, но вопрос по конгрессу, пока я могу сказать, что все прошло очень-очень хорошо, вот, а дальше, ну вот, друзья, обычно, когда мы заканчиваем эту вводную часть для новичков, кто попал к нам только впервые, мы говорим, что мы вам дали информацию, дальше вы принимаете решение, быть вам с проектом или нет, если вы получили исчерпывающую информацию, и вас больше Skyway не интересует, значит, мы с вами прощаемся, ну, а для тех, кто хочет дальше развивать, делать и участвовать в проекте, милости просим на вторую часть, и последнее, что вы должны всегда для себя понимать, что за последние 15 лет мир изменился неузнаваемо, то есть радикально, но надо принять мысль и четко войти в реальность, что за ближайшие 15 лет мир изменится более радикально, и это, друзья, как раз делает наша группа компаний Skyway, это делается на научных разработках инженерной школы Юницкого, которая сегодня создана и развивается, и которая сегодня выходит просто в лидирующей позиции с точки зрения описания будущего, с точки зрения представления будущего, и, что самое главное, с точки зрения реализации того, что декларируется, и мы сегодня шаг за шагом показываем, как мир будет меняться, и что сегодня будет. Поэтому, друзья, давайте небольшой перерыв, как мы называем, это кофе-пауза, вот, за это время будет сейчас несколько очень важных репортажей, вот, после которых, конечно, начинать, ну, следующую часть очень и очень приятно. Поэтому, друзья, всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами в экотехнопарке Skyway и расскажет о стадии готовности его к запуску руководитель организации строительства закрытого акционерного общества струнной технологии Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович! Добрый день! Подскажите, в такой погожий прекрасный день, какие работы проводятся на вверенном вашему попечению объекте? На сегодняшний день выполняются работы по наружной отделке первой анкерной опоры высокоскоростной линии, то есть ведется утепление фасада, устанавливаются витражи, на сегодняшний день установлены каркасы витражей, часть витражей уже остеклено и в ближайшие недели-две будет выполнено полностью остекление всего здания и наружное утепление этого же здания. Значит, кроме того, значит, готовится уже на объект поставлен первый элемент высокоскоростной линии, металлические фермы, значит, которые будут устанавливаться на стапель, выверяться на стапеле и в последующем будут доставляться на место установки и на место монтажа. Это что касается высокоскоростной линии. Насколько я в курсе, в ближайшие дни ожидается еще доставка в ЭКТехнопарк, нескольких пролетов или ферм, как это лучше назвать? В ближайшее время, день-два, поступит еще три полуфермы, которые, опять же, будут соединяться на стапеле и потом поставляться к месту монтажа. Спасибо большое. А что касается той путевой структуры, которая ближе всего к завершению, я имею в виду легкую транспортную линию, что вы можете рассказать о ее степени готовности? Готовность у нее тоже уже достаточно высока, значит, сварены металлоконструкции путевой структуры, значит, они... По всей длине? Так точно, по всей длине и готовятся к дальнейшему монтажу. Сейчас на нее будут наварены дополнительные усилители стыков, вот, готовится к... Путевая структура готовится к протяжке канатов, после чего она будет смонтирована на промежуточные опоры, которые уже установлены. В подтверждении слов Сергея Викторовича вы за моей спиной можете видеть, что рельсы струны уже дотянулись до второй анкерной опоры и уже все готово для того, чтобы их поднять и натянуть уже непосредственно саму струну внутри, которая и придаст необходимую прочность и прямолинейность всей конструкции. Также мы можем с вами увидеть, что на обратной линии уже установлены обе анкерные опоры, это уже вторая, первая с той стороны, ну и промежуточные высокие опоры уже также здесь, но что о них говорить? Лучше увидеть, давайте пройдемся к ним. За моей спиной вы видите уже смонтированные две высокие промежуточные опоры второй или легкой линии SkyWay. Вы уже знаете, что и Unibike и Unibus готовы, поэтому ничто не мешает буквально, я не знаю, в ближайшее время начать испытания и путевой структуры, и подвижного состава SkyWay. Спасибо большое, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defisystems.com. Поддерживайте наш проект, ибо финишная прямая уже видна. Строй SkyWay! Спасай планеты! Спасай планеты!